Всем привет, дорогие друзья, с вами Грув, наконец-то я вернулся и готов делать для вас контент. Сегодня у нас будет очень прикольное видео, потому что я давно собирался это сделать, а именно собрать бомба-экзодию в текущем патче. Как вы знаете, Близзарды, учениц Конгора, переместили из шестой таверны в пятую. И теперь собрать, как мне кажется, подобную сборку будет не так-то сложно, но вопрос, сможет ли быть она жизнеспособной в текущем метагейме, когда очень жирные свиньи, очень жирные, не знаю, элемы и другие подобные гадости. А вот вопрос открыт. Этим видео мы постараемся это узнать, поэтому присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай, кофе, ставьте свой царский лайк, ну и приятного просмотра. Делайте ваши ставки, какое займем место. Перед роликом я бы хотел познакомить вас с игровым сервером Сирус. Недавно я рассказывал вам, что на сервере появился новый игровой мир Алгалон, который максимально приближен к оригинальному дополнению Гнев Короля Лича. Совершенно недавно на нем открылся легендарный рейд Ульдуар, и освоение идет полным ходом. Если же вы хотите чего-то новенького, то можете рассмотреть для себя игровой мир Скордж. Ведь именно на нем реализованы все нововведения и фишки, которые когда-либо были добавлены разработчиками Сируса. На Сирусе вы можете найти для себя подземелья и рейды дополнения Burning Crusade, сбалансированные под 80 уровень. А для самых опытных игроков есть героическая сложность, где боссы полностью изменены и реально вас удивят. На Сирусе вы сможете найти и новые арены, и новые поля боя, и режим арены 1 на 1, и даже третью ПВП-фракцию, Ренегаты, вступив в которую вы станете врагом для всего Азерота. Регистрируйтесь по моей ссылке в описании и получите 7 дней бесплатного премиума и сумку Лили, которую вы сможете открывать каждые 5 уровней и получать крутые штуки, например, своего первого маунта или расходники. Ну и не забывайте, что каждый переход по ссылке помогает в развитии моего канала. Приятной игры на Сирусе! Взял этого героя, потому что в партии есть мурлоки. Герой отлично смотрится в мурлоках. Дает колоссальное преимущество на раннем этапе. Дает возможность триплетов. Очень-очень быстрых триплетов. А в общем, сейчас покажу. Пока, подписывайтесь на канал и приятного просмотра. Берем токена, реролл. Приходит токен, я фризить его не буду. Потому что у нас есть два замечательных ролла из-за нашей обилки во второй таверне. За это время там можно будет достать что-то полезное и интересное. Я так думаю. Будем искать, так сказать. Пам. Так, давайте посмотрим. Драконы в бане. Пираты в бане. Синие в бане. На что мы будем рассчитывать? Ну, мурлоки, которые будут побеждать демонов, зверей. Но у нас будет проблема в виде мехов. Поэтому надо будет... Задуматься о вурдалаке. Я, естественно, это не беру. Еще два нормальных Т2 юнита. Мне не очень нравится порождение Нзота в начале. Хотя он весьма сильное существо. Ладно, давайте оставим. Учитывая то, что у меня есть три ролла, я могу найти нормальное существо к этому порождению Нзота. Возможно, будет хорошо. Я надеюсь. Вот, а как вам этот герой? Нравится, не нравится? Часто играете или проходите мимо? Наздорму. Дарнозму, как Наздорму. Вообще, чаще сейчас стали играть в связи с такой жарой. Чаще дома сидите или больше гуляете. Тоже пишите. Потому что я вообще вот отъехал на вот эти вот жаркие дни. Покупаться. Позагорать. Это очень классно. На природе шашлычки. Летом ведь так надо отдыхать. А потом уже смотреть видео грубо. Ну что. Порождение Нзота. Реролл. Интересные два юнита. Есть, голову продам, потому что не важно. Хвост может в триплет собраться проще. Уборочный големчик или измученный ритуалистик. Эмментали. Наверное, пока голем. Наверное, пока. Можем зафризить вот эти два. Ну, типа я со своим рероллом могу вообще не париться. Я буду сейчас искать дуплеты. Буду искать Нзота еще одного. Буду искать матрас еще один. Понятно. Странно, что противник выбрал Арану. В условиях присутствия в игре Мурлоков. Это, конечно, странный выбор. Ну ладно. Не мне его судить. Второй матрас пришел. Здесь есть хороший демон, но у меня есть три ролл. Я думаю, что можем что-то лучше найти. Вот, например, вот эта бомба. Очень хорошо будет смотреться. Какие-то полумехи. Если бомба в триплет в пятерку заведется, может быть, это будет какая-то бомба-экзодия. Потому что у нас сейчас учениц Конгора есть. Весьма и весьма сильная. Пятый таверни. Вообще, мне мехи сейчас в последнее время очень нравятся. То есть, надо... Если есть возможность взять героя, заточенного под мехов, берите. Это всегда вас... Сейчас мехи топ-1 берут очень-очень просто. То есть, топ-2, топ-1. За милую душу. Они неплохо контрят без... Как сказать? Без бабальных... Без бабальных архетипов. Ну, типа там... Демонов. Мурлоков. Отлично против них играет. Шанс на ничью. Очень близок. Близок был. Два Сайлоса в партии. Окей. Я думаю, что мы будем ловить Т3 юнит ранний. Матрас в триплет. Но этот триплет мы будем везти куда подальше. Пятую таверну. Пока что я возьму Сэнсэя. Сэнсэй хорошее существо. Если ты его быстро нашел, бери не раздумывая. Потому что вот он сейчас вроде бы 2-2. На самом деле он 4-4. 4-4. Он, правда, куда-то 2-2 отдаст в сторону. Но нам-то пофиг. Поскольку мы мех, нам критически важно собрать этот триплет в пятую таверну. Потому что в пятой таверне всеми любимый барон Ривендер. Всеми любимая ученица Конгора, который к мехам очень подходит на раннем этапе. Если вы его поймали, то вы можете просто рашить пятую таверну, по-моему. И там уже снова болятся. Или переобуваться во что-то. Либо переобуваться в зверинец под браном. Находить, возможно, там Нитрекса в зверинец переобуваться. Либо в зверей. Либо в демонов. Там если у вас мало хп через аннигилятора. Нормально. Ну, типа, скорее всего. Сюда ударим. Сюда ударили. Была бы, скорее всего, победа. Так, бомба очень плохо залетела. Нет, это точно поражение. Размены. Ох, оставьте. Ну, тут 30% на победу забейте. Мы в эти проценты не попадаем. Так, теперь вопрос. Теперь главный вопрос. Как поступать? Идти в четвертую и фризить? Это раз вариант. Второй вариант. Набрать бабла. Противник вышел в четвертую. Я тоже думаю, что надо в четвертую идти, если противник вышел. Но прогорает рерол. Но это не важно. Продавать двоих сейчас, чтобы собирать прямо сейчас триплет, не особо нужно. Во-первых, ну, придется Сенсея продавать. А он каждый ход становится лучше. Вот что, сейчас он 4-4, грубо говоря. В начале боя он станет уже 6-6, да? 6-6, 8-8, 10-10. Чем дольше стоит, тем больше профита приносит. Еще классно, от него избавляешься. А статы, то, что он дал, остаются. Поэтому ранние роверы, в основном... Если вы его поймали, то, скорее всего, вы его не отпускаете. Достаточно долго. До 12-го раунда, может быть. Он с вами. Ну, либо вы сами поймете, когда он будет обузой. Когда можно будет продать что-то другое взять. Если вы это заметите. Тут-то фаст Митрекс. Тяк. Хотелось бы Митрекса вражеского убрать. Потому что, ну, больно. Больно смотреть на него. Больно от него получать. Много придется. Хорош. Очень хорошо. Можно было еще, правда, вот это забрать, но... А, скорее всего, не получилось бы. 7. Да, могли на 1 урон меньше получить, но... Нормально. 26 хп, это хорошо. Собираем, естественно, триплет. Смотрим. Мучениц конгора. А я его буду брать. Есть бомба. Рерол. Это мне не нравится. У нас получается только мехи. Зверя надо к ней. То есть сюда я не очень хочу. Оп. Это, грубо говоря... Но она классная. Да, давайте, наверное, сделаем только рерол. Попробуем найти либо дополнительное существо. Под баф. Либо поменять этого зверя на что-то лучше. Боюсь, есть лучше только вот этот демон. Ну, придется, что. Микроусиление тоже хорошо. 36. Главное, что, что бомба и вот это умерли раньше, чем вот это. Можно вот так вот сделать. Попытаться в экзодию можно. Лема, он там уже что-то пробивает. 50 на 50. Нормально. Реализация. Реализация ученицы уже есть. Очень плохие удары. Направо. Очень плохая реализация. Еще почему-то как-то очень-очень криво. Очень криво он рестал. Или сначала... А, сначала матрас жумер, да. Потом бомба. Не, все правильно. Есть вылетевший. Я думаю, что это плюс бомба. Плюс выход в левел рерол. По поводу анигиляра. Слишком много хп сейчас. Баф мегафернала. Я думаю, что надо вот так делать. Что, попробуем бомба экзодию? Еще одна ученица Когора. Когора, да. Ну, давай с двумя ученицами Когора поиграем. Ну, не, ну, явно надо брать. Две... Сейчас бомбу соберем ученица Когора. Ну, че? Бомба экзодия намечается. Правда... Не экзодия. Просто бомба-сборка. К сожалению, бомба-сборка не может топ-1 занять. В общем, беда. Такое... Такое есть. В топ-2, в топ-3 заведет. Ну, будем называть это бомбой экзодия. Чего-то, я не знаю. На ютубе часто, когда люди видят экзодия, там написано. Больше нравится смотреть такие видео. Ну, естественно, вот на бомбах экзодия смотрится явно интереснее, чем вот эти вот пираты или свиньи, да? На сборке которой просто куча. Хочется 3 золотые бомбы. Вот это было бы видео. 3 золотые бомбы, 4 ученица Когора, Ривендер. Я за такой контент. Опять же, никто не застрахован, что что-то здесь получится, что-то зайдет. Никто не может ничего гарантировать, что это Hearthstone. Ну, зато посмотрим, насколько это сейчас сборка вообще жизнеспособна. Мне очень интересно. Это нет. Это нет. Это да. Я бы, кстати, попробовал вот с этим еще. То есть, ну, возможно, минус порождение зота плюс Аргус. Вот это не знаю. Если вот это брать, это надо вперед ставить. То есть, в любом случае, я тебя продаю. Это мне впереди не очень нравится, потому что... Не, наверное, это уже не будем играть. Во, вот это будем играть. Все. Помба-вомба, так сказать, готова. Вместо тебя тебя поставим. Это пока пускай стоит. Помбу надо в триплет заводить. Играть Хламобота вместо Сенсея. Здесь будет куча мехов. То есть, ну, для девятого хода... Блин, для девятого хода у нас ультра стол. Возможно... Возможно, вот так надо. Возможно, надо продать Сенсея. Чтобы в... В этот, в шесть юнитов. Просто есть шанс, что вот это умрет... Раньше, чем вот это. Все. Бамбульки начинаются. Правда, тут гидра. А, ну я первый бью. Это очень важно. Это же реснет, да? Правильно? Бомба же умерла. Бомбы левее стояли. Да, значит, реснет. Бомбу надо золотить. Гидру надо убивать. Потому что второй раз гидру. И очень хотелось бы, чтобы било. Куча, куча бомб. Выглядит очень красиво, конечно, сборка. Пытаемся сделать эту сборку еще красивее. Или красивее, как правильно, не знаю. 14. Для этого нам нужен триплет Ривендера. Бомба, да, триплет очень хорошо. Бомба, шабесов, элемы. Я думаю, миксну возьмем, да? Можно миксну на первый слот ставить смело. Меняем ли мы вот тебя? Есть как бы яд еще. Продать тебя, взять сейчас яд против элемы и выселить его, да? Звучит как будто бы план. В любом случае, яд этот лучше, чем сенсей. Учитывая, что там 7 элемов, как минимум парочка жирных там есть. Можно, конечно, бомбу куда-то назад ставить. Но размашистых у мехов не бывает. Поэтому. Офиг. Вот от этого можно отказаться в пользу еще одной золотой бомбы. И, в принципе, нормально. Если что-то мне нужны будут яды, просто добавляем баблерш, добавляем ядов. Мурлоки в партии есть, яды добавить будет не так сложно. Можно переобуться из бомбосборки в ядовитую сборку. На изи. А вот это мне правда не нравится. Блин, нужно, чтобы вот это ударило сюда. Отлично. Так, начинается резать бомба. Но, видите, без второй бомбы не так красиво получается. Но уже 2 золотые бомбы, это круто. Надеюсь, что выселили 1% на смерть. Ну-ка. 15, не вылетело. У моей яды, конечно, против нее сыграли очень классно. Здесь что, элемы. Пока собираем Ривендера. Бомбу. Да, буду собирать бомбу. Я бы даже обычную бомбу поставил бы вместо вот этой штуки. Копию берем однозначно. Яйцо. Ну, можно через яйцо играть, но... Я бы не хотел. Можно через гулю играть. Мы сейчас пытаемся словить триплет Ривендера. Триплет бомбы. Вот эту в триплет лучше не заводить. Это по отдельности лучше смотрится. Ну, нормально. Возможно. Возможно, надо баблершу взять. То есть, если одну баблершу предложат, можно попробовать против некоторых сборок бомбы слабее, чем яды. То есть, мы добавим, там, допустим, баблершу. Там, Мурлока на Мурлока кинем яд. Да, Бо будет оставим. Ривендера оставим. И все, как бы. И на этой сборке можно, например, если у нас будет сборка слабее, чем у топ-1, можно заехать в топ-1. Бомба экзодия может спокойно, как вы видите, превращаться в ядовитую сборку при необходимости. Жалко. Ну, он вот это не пробивает, поэтому с Мексто не умирает, да? Мексто, видите, как оказалось, очень важна была тут. Жалко, еще вот свинобразов нет. Можно было бы сюда шарды накидать. Здрасте. Забор покрасьте. Ну, красиво. Не, надо на бомбу экзодия закончить. Вы же простите меня, да, если я на бомбу экзодия топ-2 возьму, а я не буду переобуваться на топ-1. Вы же меня простите. Так, аккуратнее, смотрим. Неинтересно. Неинтересно, не берем. Здесь была... Гидра. О, блин, как же она хочет. Но это я не беру. Вторая золотая бомба. Как бы от Гидра отыграть. Конечно, можно вот так отыграть. Но если вот эта умирает, будет еще хуже. Можно попробовать вот так. Вот так. Попробуем вот так. Попробую не вылететь. Восемь. А он ветродуйчик вперед поставил. Блин. Бегидра жирно. А, в Ривендера. Да ты че? Не знаю. Получится не умереть. Выглядит, как будто бы не получится умереть. Ну-ка, давай сюда. Хорош. Еще бы вот эту убили. Вроде бы я не вылетел. Но тут явно моя сборка слабее, чем у него. Твоя яда. Гуля, конечно, могла бы помочь. Это вообще лем. Севендер в опасности. Я считаю, что спору лучше Мексна. Будем брать? Будем, наверное. Что тут у нас? Адаптазиавр. Гуля в триплет. Тут что? Ну, блин. Гуля в триплет. Это 6 урона. Это надо было на первый слот ставить. Хороший удар. Ну, могло быть лучше. Главное, что сейчас Ривендера не убили. С баблершами вот трабл Организовался. И Ривендер в триплет не завелся. Хорош. Ой, Кадгар. Но я его не выселяю, да? Сейчас мне дают вылетевшего, да? Получается. 14. Этот выселяет этого. Получается... 4, да? Левел, наверное, надо идти. Как его победить? Бомбы не справятся. Это получается дважды в семь. То есть четырежды. Это не умирает. Сюда я не могу играть. В опасности будут вот эти. Что-то на первый слот. Пусть не поможет. Пускай дептозавр будет. Ух! Так, одна бомба с Гули вскрывается, да? Точно. Здесь еще есть шанс проиграть. Раз, два, три, четыре. Первая бомба пошла. Правда, билась она так... А, он может Ривендера убить. Яд хорошо ударил. Не, отлично, это переживаем. Очень рандомная, конечно, сборка. Пипец. Просто максимально рандомная сборка. Ну, топ-2 заняла, слушай. Ну, где-то на рандомчике, наверное, я победил. Вау! Еще и тебя выбили? А кто тут остался? Ооо! Есть идея? Собрать в этот триплет еще одну учениц Конгора? Яд еще? яд вместо одной ученицы кангора и хана яйцо вместо бомба ну типа нет смысла адаптозавра не хочу потому что он является мехом он будет резаться через учениц кангора понимаете это так 2424 8 мне не поместится на столе если вы 4 призвать под ривендером 8 мест только столько мест нету если не чай я попробую собрать я возьму вот это попробую собрать и попробую еще одного найти вот это будет сильнее да но шансы что я это найду очень минимально давай топ-1 по красоте топ-1 надо пыщ но у меня закончил а чуть-чуть делать ну закончил меня одним пыщом тут спора нужно было вместо этого вместо микс на спора нужно было так хоть 5050 можно было попасть ладно ну как то топ-2 тоже хорошо на бомбу экзодии слушай она еще играет она еще играет надеюсь ребят вам понравился если так то подписывайтесь на канал ставьте обязательно пальцы вверх пишите комментарии жду от вас кого-то фидбэка а на сегодня все с вами был гру всем до скорых встреч всем пока